Хорошее настроение в команде, несмотря на поражение от Урала. Расскажите чуть поподробнее, с каким настроем сейчас готовитесь к Галдсаре? Настрой у нас боевой. Для нас это очень важная игра. Сейчас у нас нет шансов пройти в плей-офф Лиги Чемпионов, но мы очень хотим пройти дальше Лигу Европы. Так что сегодня у всех хорошее настроение, у нас подготовка очень серьезная была. И увидим завтра, как наш настрой нам поможет. Главное, чтобы мы после игры завтра были в хорошем настроении, не сегодня. Не очень простой график у Локомотива, мягко говоря. Впереди Спартак, Рубин и так далее. Завтра матч. В каком состоянии вообще находится сейчас команда функциональном? Идет ли на спад форма футболистов? Ну и вот такая погода травмоопасная, мягко говоря. Есть ли опасения по поводу этого? Спасибо. По поводу календаря мы просили у Федерации футбола, у РФПЛ, чтобы хотя бы одну игру перенесли на резервный день. Это в интересах общего дела. Но нам на встречу не пошли. Это раз. Поэтому будем играть в том графике, который есть. Он действительно очень тяжелый. Четыре игры за девять дней провести очень сложно. Но я думаю, что мы будем в хорошем состоянии. И завтра, и последующие игры. Потому что кондиции, на мой взгляд, сейчас они очень неплохие. Мы в своем составе сегодня практически не имеем больных игроков. У нас группа из двадцати ребят в любое состояние выйти и играть в матч. Будут, как будут, обязательно ротация в этих играх. Вот все, что могу сказать. Юрий Павлович, ситуация в турнирной таблице Лиги Чемпионов. Ни одного очка не набрана до сих пор. Чтобы выйти в Евровесну, необходимо в лучшем случае побеждать в двух играх при определенных раскладах. Победы ничьей хватит. Насколько это влияет на команду психологически? Ну, я думаю, что зыревать нам нельзя. Друзья, как сегодня сказали, все увидели, что в команде хорошее настроение. Так оно и есть. Но вот такая ситуация случилась. На сегодняшний день у нас в турнирной таблице ноль очков. Обстоятельства, они различные. Мы просто эти обстоятельства, которые при подготовке к Лиге Чемпионов, при подготовке к каждому матчу, должны учесть. Учесть в дальнейшем и двигаться вперед. Вот и все. Юрий Павлович, вот вы сказали, что обязательно будет ротация. Вот рядом с вами сидит Борис Ротенберг, который довольно мало играет. Он будет участвовать в ротации? И, соответственно, Борису тоже вопрос, насколько вы себя в таком игровом ритме ощущаете готовым. А второй вопрос. Мануэл Фернандеш тоже будет участвовать в этой ротации? Сыграет он в этих матчах? Спасибо. Ну, начнем с Мануэла Фернандеша. У него есть небольшая микротравма. Конечно, он будет. Он игрок нашей команды, основной игрок. То же самое, как и Борис. Значит, в каком матче будет играть? Покажут эти тренировочные занятия, которые будут подготовиться к завтрашнему матчу. А как это все будет происходить? Посмотрим в процессе. Любой игрок хочет играть. И я бы лукавил вам, если сказал, что меня это устраивает, эта ситуация. Но мы находимся в клубе, да, это великий клуб, локомотив. И мы должны понимать, что игровое время дает нам главный тренер, а все понимают, что он не враг себе. Конечно, главный тренер решает, кто играет. А наша задача выходить и доказывать. Конечно, для любого футболиста очень важен игровой ритм. И когда его нету, то, конечно, намного тяжелее. Но мы профессионалы, и нам нужно всегда выходить и доказывать 1 минута или 2 минуты, или 90 минут, 95 минут. Мы играем ради наших болельщиков. Я уверен, что завтра придут много болельщиков, и нас будут поддерживать. И со своей стороны буду играть и не буду. Но все главные тренеры знают, что я всегда в его расположении, и всегда могу помочь. Но самое главное, я хочу вам сказать, что у нас в команде не 11 человек, у нас 24 человека. И поверьте мне, что каждый из этих футболистов, которые по разным причинам не выходят в стартном составе, поверьте мне, они ничем не хуже других. Но главный тренер уже будет решать, на кого рассчитывать в данной конкретной игре. Но поверьте мне, что мы все очень хотим выиграть. И мы вместе, мы как команда. И для меня это самое главное, чтобы именно команда побеждала. Все другое, это уже второстепенно. Во время того, как Юрий Павлович давал установку, мы расслышали про злость, что не хватает злости команде. Вот можете рассказать, разозлилась команда на тренировке? Это было видно как-то? Ну, не знаю. Надо завтра. На тренировке не надо. Мне кажется, да. Главное, главное это игра, чтобы мы злые были завтра. Но сегодня была хорошая тренировка. У нас обычно очень эмоциональные ребята. И ничего такого сверхъестественного сегодня не было. Все очень боевые, у них боевой дух у всех. Обычная тренировка, если честно. Так что главное, чтобы мы могли завтра порадовать болельщиков. Знаете, все, что на тренировке, это хорошо. Но самое главное, и то, что определяет нас, как футболистов, и команду в целом, это официальная игра. Так что мне кажется, что завтра, я надеюсь, что у нас будет отличная игра. И самое главное, чтобы болельщики гордились командой и видели, что футболисты именно хотят вот этот момент, то, что у нас ноль очков, это не есть хорошо. И поверьте, что каждый футболист об этом знает. И мы завтра сделаем все в наших силах, чтобы именно оправдаться перед болельщиками. Потому что я знаю, что они очень долго ждали Лиги Чемпионов. И я надеюсь, что завтра будет удачная игра для нас. А самое главное в футболе – это характер. И кто больше хочет побеждать. Так что надеюсь, что завтра будет наш день. На «Локомотив» возлагали особые надежды, потому что вы только что выиграли чемпионат России. Все ждали чего-то особенного в Лиге Чемпионов. Сейчас, когда шансы в этом турнире потеряны, и очень туманные шансы в Лиге Европы, давление вот это вот от болельщиков, которые все больше и больше ждут от этой команды, легче ли играть, когда давление в связи с надеждами уменьшается? То есть надежд меньше, соответственно, давление меньше. Спасибо за краткую и понятную формулировку вопроса. Да, я постараюсь ответить на ваш вопрос. Давление есть всегда. Кто не справляется с давлением, то лучше не выходить на поле. Мы профессиональные футболисты, и, поверьте, для нас каждая игра – это праздник, и мы делаем свою работу, и нам главное – приносить пользу клубу. По поводу того, что не было надежд или есть надежды, я еще раз повторяю, что считаю, что «Локомотив» – это серьезный клуб, и мы большой клуб, и мы сейчас должны это доказать своей игрой, а все, что там давление, не давление – это уже, наверное, не знаю, такой момент. Ты должен или справляться с давлением, или ты не умеешь справляться с давлением, так что главное – играть в футбол. В данный момент вы его ощущаете? Вот сейчас на этом этапе, когда нет очков и мало шансов? Я не ощущаю давления, я ощущаю, что есть праздник, называется «Лига чемпионов», и мы хотим подарить этот праздник нашим болельщикам, потому что, еще раз повторяю, по разным причинам, мы еще не смогли добиться успеха здесь, на этом турнире. И мне кажется, нам просто нужно болельщикам дать то, что они просят, и уже много туров прошло, и мне кажется, нужно просто, знаете, должок нужно вернуть. И мы очень хорошо относимся к команде «Голосарай», но надеемся уверены в себе, прежде всего. Мы знаем, что мы им играем в футбол, мы хорошо играем, но, прежде всего, мне кажется, завтра будет именно битва, и кто будет лучше готов, тот и победит. При подготовке к игре учитывали неудачное выступление «Голосарая» в последних девяти матчах во всех турнирах, у них всего две победы, и, соответственно, какие ошибки были исправлены по сравнению с первой вашей игрой в Стамбуле? Мы больше учитывали свои возможности, свои ошибки, ведь мы в Лиге чемпионов мало уступали командам в плане создания ситуации, не о реализации, а о создании ситуации. Мы мало кому уступали. Мы создали моменты, наверное, больше, чем все команды, с которыми играли. Но мы ничего не забили. Мы ничего не забили. Поэтому мы больше акцент делали на свои действия. Также то же самое в оборонительных действиях. Но мы несколько ошибок допустили, такие, которые в Лиге чемпионов не прощают. Также акцент сделали и на оборонительных действиях. Конечно, мы его учитывали. Еще сегодня у нас есть теория, посмотрим, Голдсарай в последний матч, в который они играли. Все это в комплексе и даст подготовку к заточной игре. Федор Смолов полностью ли? Он уже готов и может все 90 минут отыграть. И по поводу Бенедикта Хеведеса, он играл у вас то на левом, в последнем матче на правом фланге. Как вы считаете, этот эксперимент успешный? Он продолжится? Потому что все-таки он центральный в большей степени. Ну, по Хеведесу экспериментов никаких нет. Он на этих позициях играл во всех командах. Продолжаться это не эксперимент, поэтому продолжаться нечем. Он играет на своих позициях, которых мы надеялись, когда он пришел. То, что касается... Значит, какой второй вопрос? По поводу Смолова. Готов он? Наверное, определяет все-таки матч. Мне кажется, все в тренировочной работе, он уже готов полностью играть. Но еще есть эмоциональный момент, еще есть волевые усилия. Он должен их, эти, свои, такие качества поднять на более высокий уровень. Вот последние две недели Галатасара играет с совсем другой тактикой из-за наказания у них в команде, ну, в турецком лиге. А в Лиге чемпионата у них нет наказания, так что неизвестно, как они будут играть завтра. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? Как вы думаете, у вас там тактика будет? Или как вы думаете, какая тактика нас ждет завтра? Ну, я уже ответил перед этим и сказал, мы должны акцент больше сделать на своих действиях. Естественно, учитывать Галатасара. Галатасара очень хорошая команда. Она может играть и две схемы, и четыре защитника, и три центральных. И, на мой взгляд, они играют неплохо как в первом варианте, так и во втором. Терим хитрый тренер. Предугадать, какая будет тактика, практически невозможно. Юрий Павлович, еще один вопрос, уже такой более глобальный, по поводу противостояния Локомотива с турецкими клубами. В свое время вы обыгрывали тот же Галатасарай на выезде, но были и такие поражения от Бешикташа, там 0-3 в квалификации Лиги чемпионов, с тем же Бешикташем недавно вы здесь проиграли 2-4 в Лиге Европы. На ваш взгляд, в чем особенность и неудобство турецких команд, в частности для Локомотива? И как с этим бороться? Что значит, каждая команда неудобная, каждая команда свои козыри. Турецкие футболисты, турецкие команды, очень техничные, они играют комбинационный футбол, достаточно азартные, быстрые игроки. Но я не думаю, что у Локомотива какие-то проблемы, у Локомотива были хорошие победы над тем же Галатасараем, и тогда Терим тренером как раз был. Мы из группы тогда выходили, они не вышли. Я не вижу, что здесь какая-то есть проблема. Обычное противостояние, нормальное противостояние. Как оно сложится завтра? Ну, Господь Бог только знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова